Это вместо новостей шоу, в котором комики обсуждают самые актуальные события Красноярского края. Мы не смотрим телевизор, мы зависаем в интернете. Всем здорова! И вам привет, мои любимые! Рад вас видеть, как всегда! Огромное количество событий и новостей, которые, естественно, стоит пообсуждать. Поехали! Да, у меня есть новость. Как жительница Красноярска зарегистрировала в своей квартире 129 мигрантов? Не, не парния. Судя по фото. Сейчас его заменяют, его лицо заменяют всех жителей Красноярска. Так, и ей грозит до трех лет тюрьмы, серьезно. Это бизнес-вумен, вообще-то. Зарегистрировали столько мигрантов. И что? Нельзя регистрироваться. Ну, я так, смотрите. Я прописан в общежитии. В общежитии точно больше 129 человек. Я не живу в общежитии. Хоть раз коменданта посадили. Ни разу. А что, почему с женщиной не так? А представьте, что оно в квартире пока не сам творится. Все приходят. 129 людей, плюс каждый подругу еще приведет. Просто вот мне кажется, а в какой момент они заметили, что их так много? То есть на 128 такие, не, нормально. Давайте 129-го зарегаем. Это эти? А сейчас, ой, многовато. Бабульки возле подъезда. Алкаш! Наркоман! И просто после третьего, что-то их много. У меня уже не хватает обзывательств уже. Пошла! Джейкс, дрявый! Человек! Просто. Что-то их много уже, да? Просто обзываловки кончились. Мне интересно, как она оправдывалась в паспортном столе, когда регала очередного человека. Да это внук сват в моей там заловке. Либо она как с котом. Я нашла в подъезде его. У него ступка по спорту. Нет, там же легко. Просто говоришь любое слово, типа деверь. Это есть такое слово. Никто не проверяет. Да, никто не проверяет. Ты говоришь, это моя столешница. Никто же не проверит. Это трюмо! Да, бабушки нашлось. Мне интересно, они услапывают с картинками, как вот они тоже, да, интересно подходят. То есть они нашли ту же... С приколом! С приколом! Всегда же попадают. Либо он бизнес-воман, либо он мигрант. Прикольно, что Жерард Депардье такой полторашку за гражданство нормально, давай. Да, да. Ну, дорого, в принципе, нормально. В Мордовии больше взяли, но ладно. Ну, вот, видимо, на чем езжу, про то и читаю. Утренняя давка в одиннадцатом маршруте, друзья. Сразу музыка нагревающая. Меня тоже порадовало, что кто-то прям заморочился, музычки наложил немножко. А, я понял. Это как на ковчег собирают. Там еще такой трансик лежит. Это диджей. Диджей одиннадцатого маршрута. Я думаю, как в Японии, это вот люди, которые заталкиваются. Так это вот мужчина, но он, кстати, ничего не получает. Задняя площадочка, продвинемся. Все с улицы подтолкни. Я уже не влез. Оп, оп. Это произошло из-за чего? Кому-то куда-то в одну сторону прям надо было всем районам, домам. Они так набивали, что в какой-то момент, мне кажется, автобус набился, и знаешь, как в Том и Джерри. Все люди бы вылетали из окон. А это же пока полный не наберу, не поеду. Не двинемся. Следующая новость. Очередное расследование. Ваше любимое, как всегда. Новый выпуск. Внимание, наслаждаемся. Приятного просмотра. Да. Так, ноги некоторых городских проблем растут как раз из кабинета Лапшина. В том числе, ежегодный провал программы капремонта Красноярского края. И вот тут интересно. Обеспечение заявки с нами. Так, можно паузу. Почему они снимают в гаражах? Где их студия? Она вы не знаете. Мне кажется, их гоняют всегда. Только пришли отсюда. Уходим, уходим, уходим. Нет, просто на фоне мужик вот так снимает, и тачка греется. Ну, как пробивается. Вот так, потом поедем, да, и здесь уже. Погазуй. Валера, погазуй. Прикури ты меня, пожалуйста, он что-то не заводится. Меня больше удивляет, то есть вот это действительно, как будто мы смотрим что-то из фильмов про Коломбо. Да, да. Мы выяснили. Ей не хватает вот действительно этого пальто. Снова мусорка. Добро пожаловать в новую локацию. Не хватает действительно пальто. Блин. Здесь только в очередной раз мы ждем новых сюжетов. Расследов. И готовы с огромным удовольствием их разобрать буквально по косточкам. У меня есть новость. Красноярец смыл в унитаз ковер. Как вам? Видимо, ремонт решил сделать на стене. Там ковер был, он такой, блин, надо что-то с ним делать. Там просто, спасибо этим гениям. Чтобы вы понимали, там затопила полностью улица из-за этого. И встала пробка. То есть люди это нервничают. Это скорее всего он челлендж сделать, типа, как тебе такой Илон Маск? И ковер смыл. А как, подождите, а как вот можно ковер смыть? То есть ты как, его свернул? Может, он его съел? Да. Он уже в канализации оказался. Мне кажется, просто к Аладину пришли госнаркоконтроль, и он по ковер в унитаз. Быстрее. Не разобрался ничего. Есть еще один красноярец, еще один, смыл куртку в унитаз. Да что это за район? Это точно челлендж, потому что он такой, передаю этот челлендж вот этому чуваку. И он такой, блин, у меня ковра нет, куртку, могу куртку пожертвовать. Как вот это, ну ты же обычно, да, там, ну, понимаете, телефон там бывает, да, такое там, что-нибудь, хоп-хоп. А тут как же, подожди, подожди, блин, куртка, что вы, блин, куртка, пофиг это, челлендж, я перезвоню вам. Ой, еще нажал случайно, как же так. Блин, и куртка, просто не смывается ей. Дай ей ковром. Ё-моё, блин. Мне кажется, это просто какой-то девушке так сильно не нравилась куртка ее парня, что она просто ее смыла. Она лежала такая на ковре. Это все бесит. Бесит это съемная квартира. Может быть, она свою куртку смыла перед праздниками, ну, чтобы намекнуть. Ой, ой, я куртку снять в туалет смыла, вообще не знаю. С телефоном на Новый год же сработал? Да, не знаю, как так получилось. С алькотелем сработало, сейчас надо с курткой что-нибудь замутить, с его. Ну, меня больше удивляет, если это все-таки челлендж, сначала ковер. Это куртка, извини, пожалуйста, это куртка? Да, это куртка. На мужчину, да, больше похоже? Потом вот куртка. А что дальше? Ну, то есть кто-то же третий в этой цепочке должен быть. Тот, кто прям вообще город весь накроет. Они, скорее всего, просто слишком буквально поняли фразу спустить в унитаз. Просто сейчас, пока мы записываем программу, где-то чувак туда просто стенку, серван, телевизор, все, пытается. Ну, нужно отметить, что насколько прочные трубы оказались. Она же, то есть какой-то путь прошла, и только потом ее уже где-то там в другом районе достали. Если там в карманах полазить, там соточка будет. Благодарочка, Брунзе. Либо телефон, прикиньте, как обидно. Еще одна новость, которая действительно важна абсолютно для всех жителей нашего региона. Это программа газификации регионов нашей страны. Выглядит она примерно так. И сами понимаете, трубы идут ровно, ровно до границы Красноярского края. И потом продолжаются снова. Потому что у нас трубами пользоваться не умеют. Потому что там то куртка, то ковер. Ой, не надо им. Туда не надо. Не надо. А вот эти вот вышки, это что такое? Ну, видимо, наличие газовых месторождений, я предполагаю. Нет, мне кажется, это просто слезки капают. Вся боли из Красноярского края. Над картой кто-то или... Ну, кто-то просто потом трубой смайлик нарисует, выжил с ним. Ну, так получилось. Мне интересно, вот на границе, то есть получается, там вот так вот стоит труба, и она оборвана. Да. Может быть, мы что-то не знаем, может, чопинг большой. Да, заколочено. Вокруг нашего региона стена, как вот Мексика, США стену строят. У нас, может, такая же есть. И она просто упирается туда, и все, и куда не пройти. Как в этих... В компьютерной игре люди. Сейчас у вас другие уже компьютерные игры. А, да. Нет, мне кажется, говорят, ребят, у вас вот и уголь, и дрова. Вы сначала этим допользуетесь, а потом уже вот вам трубы сделаем. Это вам на Новый год куда? Да. А там люди в очередь уже стоят. Кто-то суши держит, да? Он все чесел подряд. Мы берем небольшую паузу, вернемся после небольшой рекламы. А у вас от сглаза знак? Да, да, это чтобы Инстаграм не сглазили, стоит глазочек. Помогает? Ну, конечно. Да. Ты видишь, сглаза нет. Еще закрытая страница тоже помогает. Это в основном закрытая страница помогает. Но, если какой-то магазин шапок прошел мой жесткий фильтр и подписался, не хочет меня сглазить, у них не получится. Это же очевидно. Конечно, не получится, потому что у нас для тебя есть небольшое задание. А какая подвяза хорошая? Мастер, мастер подвяз. Берите, не ведущий, а у них и бери. Это рубрика «Контентмейкер». Гекор, задание для тебя будет следующее. У нас есть два варианта, тебе нужно выбрать один из них и сделать публикацию. Так. Первое. Я вызываю на рэп-баттл Джигана, потому что в игре должен остаться только один из нас. И отметить его, естественно. Ну, как же он не увидит тогда? Да. И второе. Обращение к мэру Красноярска. Сергей Васильевич на день города нашел талантливого артиста. И показываешь на Александра. Так. Говоришь, главное, он дешевле галки. А галкин приезжает? Не, надо сказать, что я стендап-комик. А, вот, пожалуйста. На выбор. Так. Итак, Джиган с рэп-баттлом. Или Сергей Васильевич с артистом? Да. С стендап-комиком. Чего? С стендап-комиком? С артистом стендапа, как говорится. Ну, давайте не будем все-таки портить планы и день города. И вызовем Джигана. Уже наконец-то. У нас сейчас просто вся карьера. Глубка. День, 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 город. Да, рэп-баттл. Комик уже. Сейчас, давай по композиции так, чтобы я между двумя лучами. О, жестко похоже. Это было рэп-баттло вообще? С этого тоже. Ну, верните лучи. У меня там композиция была. Джиган, слушай сюда. Я вызываю тебя на рэп-батт, потому что в этой игре должен остаться только один из нас. Еще можно сказать, что рэп слишком мал для нас двоих. Ну, ладно. Да, да. Егор, большое спасибо, что пришел к нам. Мы верим в то, что в нашем регионе будет еще больше крутых фестивалей, и ты приложишь к этому свою творческую руку. Мы ждем приглашения. Спасибо вам большое. Приезжайте все. Приезжайте на Мир Сибири, на все наши проекты. Хорошего вам. И вам, уважаемые телезрители, дня. Это шоу «Вместо новостей». Мы не смотрим телек. Мы зависаем в интернете. Так, у меня есть политическое заявление, которое очень актуально. Смотрите, можете, пожалуйста, запретить газировку на совсем, потому что я очень жестко подсел на нее. Ну, никакие детоксы уже не помогают. Я недавно между маминым борщом и пепси выбрал. Ну, что я за человек вообще? Семеклассник. Я ни разу не пожалел об этом. Понимаете, что я за чудовище вообще? Ну, Саял, это тарелка с борщом, да? И тарелка с пепси все верно. У вас другой посуды в доме не существует. А так просто на пепси. Тарелка с пепси, да? С ложкой, ложкой. С хлебом. Че воняет? Это борщ. Ну и макнул хлебушек. Да, майонезик добавил. Нормально. Посорил, поперчил. Прям пепси именно кока-кола. Не, я пепси люблю больше, оно вкуснее. Пепси. Это шоу «Вместо новостей». Мы обсуждаем не только актуальные события, но и всегда рады приходу замечательным, интересным гостям. Сегодня к нам пожаловал директор Центра международных и региональных культурных связей Егор Владимирович Макаров. Здравствуйте. 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 Всем привет. Привет. Подождите. Как еще раз ваша должность? Директор. Это достаточно короткое слово. Нет, полностью. Сами не выучили, да? Это полностью. Ну, я не глупый человек. Я слышал, что сейчас Рома говорил. Сама организация Центр международных и региональных культурных связей. Там вот уже пять слов получается. Я понял. Лише стоит директор. А не важно, куда поставить? Или в начало, или в конце? Все равно красиво. Главное, чтобы шесть слов в целом получалось. Главное, чтобы директор получалось. Это самое главное. Главное, чтобы все получалось. Блин, это директор. Он затягивает меня, куда он стоит, я не знаю. Слушайте, можно вопрос? Да. Каково это каждый день в зеркале видеть джигана? Кто бы мог подумать? Очень приятно. Блин. Ну, это интересный опыт. Интересный? Это интересный опыт. Еще у меня есть жена, не Оксана Самойлова. Гораздо красивее. Она великолепно выглядит. Это в камеру. Лучше в камеру. Я на перине для этого говорил просто. Она прекрасна. Подождите, не как кто? Кто? Ну, вы сказали, не джигана знаешь. Директор, говорю. Центр международных и региональных культурных. Диалог, диалог. Жена джигана. В общем, это тяжело. Как еще раз должен? И следующий вопрос. Каково видеть джигана с утра в зеркале? Не, не, не. Значит, должность полная. Я просто не запомнил. Директор Центра международных и региональных культурных связей. Все. Чем занимаетесь? С Blackstar. Ох, мы много чем занимаемся. Мы делаем большие, крупные проекты культурные в крае, в городе Красноярске. Устанавливаем международные связи между деятелями культуры нашими местными и международным сообществам, ну и в России, в мире и так далее. Так, отлично. Тогда к вам вопрос. Знакомы ли вам эти люди? Жергалма Баднацаренова, Харчана Уйгурова, Саяна Ак-Поол, Бугек Итеры Тахтыров. Так. Пока знаю. Да, я остановлю. А, да, да, конечно. Это наши добрые, уважаемые коллеги из республики ТВ. Ну ладно. Ну вообще-то участники Мир Сибири. Пожалуйста. А вы были хоть раз на Мир Сибири? Да, конечно. Я там даже работал один раз. Ну вот. Ну вот, больше не работали. Поэтому объяснить, пожалуйста. Я вот из маленького города приехал, я не знаю ничего, кроме как на деревьях кататься. Железногорск. Ушик. У нас закрытый город, у нас иногда даже колу не завозят. Ну короче. Что такое Мир Сибири? Мир Сибири – это международный фестиваль этнической музыки и ремесел. Это такая очень классная, назовем это словом, движуха, но очень крутой фестиваль, который проходит ежегодно, конечно же, кроме 2020 года. А почему? Да там. Вдруг у вас какая-то другая. Были вопросы, конечно. Короба разбита. Этим всем занимается Центр региональных и межрегиональных. Центр международных и региональных. И дальше международных и региональных культурных связей. Абсолютно верно. Егор, смотрите, вы похожи на рэпера. А почему тогда вы не поддерживаете туинский рэп? Он ведь такой и замечательный. Согласен, абсолютно. Туинский рэп и правда прекрасен. Так, назовите трех исполнителей. Топ-3 туинских рэпера. Что? Я бы сказал так, я поддерживаю в целом явление. С отдельными исполнителями, к сожалению, еще не так хорошо знаком. Может быть, познакомимся прямо сейчас? Я с удовольствием. Пожалуйста, если можно, нам. Сейчас загрузится. Сначала как у Тимати и Джей Тли. Это дорога на мир Сибири. Ну вот, топ-3. Я шестеря насчитал. Опа! Склеечка. Неожиданный. Как думаете, про что была строчка? Это продолжение клипа сейчас будет? Да, да, да. Наверное, про Шойгу, да? Не, я думал, там они телевизор смотрят просто. И телевизор смотрят. А это вы с эфира записали какого-то канала Твинского? Это клип, это готовый клип. Я думаю, эта песня что-нибудь, наверное, с победой связана. Наверное, что-то про Туву. А вот готовы позвать таких исполнителей на мир Сибири? Слушайте, это интересно, правда. Ну, то есть они могут без проблем заявиться в конкурсную программу, поучаствовать в конкурсе. Там уже у нас есть телеканал «Звезда», неожиданно показали. У нас там есть жюри, которые настоящие эксперты, и они уже примут решение. Но мне лично нравится. То есть это как сейчас же в рэпе главные казахи. Ну да. Вот мне кажется, Твинсы – это следующие казахи. Они готовы перевернуть игру. Да. Вот смотрите, вы организовываете праздник. Да. А вот можете день рождения моей племянницы организовать? Ну, чтобы просто там тоже родители большие люди. Там папа метр девяносто, мама тоже метр восемьдесят не отстает. Это очень достойно. Но при условии, условия такие, чтобы не было группы яхонт. Так. Давайте, ну, хор турецкого как будто бы не существует. Предположим. Денег, ну, там, трешка. Так. Ну, две пицца. Три косаря там. Так. Две. Рубли. Ну, конечно. Ну, конечно. Они же большие люди, они высокий чиновник. Они какие-нибудь соответствующие какие-то. Не с копейками водятся. Но на салют обязателен. Ну, понятно, несколько пунктов. Вот так сходу. Что там? Ну, я на хедлайнеров знаю одних хороших ребят. У них клип есть мощный. Там еще в начале, как у Тимати и Диджея Дли. И потом несколько таких врезок можешь. Ну, рэперы. Рэп же популярен. Молодежь рэп. Теперь он пытается нам продать. То есть вам тоже подихатку. Сразу. И того я в плюсе на 3500. Бери, пока я предлагаю. Ну, слушай, да. Не, без фейерверка. Да что за праздник? Без фейерверка. Любой праздник. Любой. Без фейерверка. Любой без фейерверка. У меня в День города иногда так проходит без фейерверка. Ну, или, может, я должен с днем дома. Ну, что, и сейчас день города без фейерверка. А у нее когда день рождения? Выделяться будет? А у нее когда день рождения? Ну, летом. Ну, летом может там сдвинуть, чтобы со днем города совпало. Хорошо. Пусть празднует девочка себе. Или на 9 мая, типа, на день рождения летом. Мир Сибири. Что еще входит в ваш список? В уже сделанных. Ну, окей, Мир Сибири мы делали. Мы делали 400-летие Енисейска. Мы делали юбилей Края. Как будто дни рождения, я перечисляю, но не детей. Но не понимаем. Что еще? А день пива не выделали? Я когда был день пива, да. Ярмарка меда в городе Края, это не важно. Тоже нет, тоже нет. Мелковато. Что еще? Ну, каждый год концерты большие на… Это «Мафия и меда», расскажите. У них серьезная битва с «Мафией и пальто» за расписание. И с Игорем Магага. Что-то еще, что еще? Фестиваль странно-азиатско-тико-океанского региона. Нет, просто такой сложный вопрос задали. Столько всего хочется рассказать. А времени мало. А времени мало. На ваших концертах, да? Вроде хочется много людям показать, а ограничены по времени. Нет. Ну ладно. Нам хватает, все нормально. Мы все-таки ограничены и предлагаем обратиться к твоим социальным сетям, а конкретно к Инстаграму. Давайте. Посмотрели и хочется задать вопрос. Это не ты монтировал клип туинским ребятам? О, да, да. Это, слушайте, это какой год? 2013. 2013 год, это 8 лет назад. Тогда в наши телефоны пришли вот эти крутые приложения, где можно размножить людей, фильтры всякие. Ну и я решил ими не пользоваться и просто позвал своих братьев-близнецов. Пятеро у меня. Мне кажется, вы немного нарцисс. Нет. Это нарцисс. И немного. Я немного Егор. Я на самом деле вот, вот я. А это мой брат. Понимаете масштаб? То есть если у президента есть двойники, ну в суть, то у Егора есть. Нет, совпадение, что у меня тоже есть брат-близнец, его зовут Егор. Я уже не знаю, что... Это я. Ну, точнее, не я, а мой брат. На фотографии все тезки? Да. Вон же подписано. Егор, 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 Егор. И, конечно же, Егор. Ну, смешно. И, конечно же, Леха. Неожиданно. Хорошая шутка. Вот бы сейчас машину времени. Эх, я бы в 13-й год. Мы взрывали бы соцсети. То есть 7 лет назад. Прикольно, что 8 комментариев и точно 5 от Егоров. Ну, да. Ну, да, да, было такое. Хорошо. Ты служил в армии. Это тоже какое-то мероприятие вы проводили? Нет, слушайте, а это что это? Это один из твоих братьев, очевидно. Нет, нет, по людям нет вопросов. А здесь что? Видно сразу, что чиновник большой. Кто-то и писал. Просто вторник. Вторник, хороший день. Да, это было... В чем, в общем, среда? Это было во вторник, если неужели. Не докопаться. Так же дело. Почистил. Но на фото Джиган, не ты. Да прекратите, слушайте. Нет, не один раз, да, сказали, что я похож на Джигана. А потом больше не говорили. Ты разбил лицо этого человека. Я такой, спасибо. А мне говорят, это не комплимент. Я говорю, вау. Очень жестко. Это на мире Сибири было? Это рокер был, наверное. А ты не комплимент, слушай, что ты. Блин, прикольно, что они думают, что хедлайнер приехал, а это организатор. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Впереди все самое интересное. Это шоу Вместо новостей. Это шоу Вместо новостей.